Вероника Цветкова В Санкт-Петербурге состоялся областной вслед добровольных школьных клубов Ада Орбяк. Подробности об этом через несколько минут расскажу вам я, Хайрик Тулигинов. Более 9 тысяч контрольно-кассовых машин в Акмулинской области не выдают фискальный чек. Подробнее смотрите в новостях. Европейский банк реконструкции и развития планирует инвестировать 2 миллиарда евро в Казахстан в ближайшие годы в рамках выполнения требований зеленой экономики. Об этом заявила президент банка Одиль Ренабаса на встрече с главой государства. Кроме того, в этом году банк выделит 650 миллионов долларов на реализацию 22 проектов в Казахстане. Стороны обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики, а также актуальные вопросы развития мировой экономики. Президент Касымжамарт Тукаев высоко оценил стратегическое сотрудничество с банком и вклад финансового института в развитие экономики Казахстана. Одиль Ренабаса отметила, что банк тщательно изучает инвестиционные проекты Казахстана и намерен и далее поддерживать инфраструктурное развитие. Глава государства принял президента компании Microsoft по Центральной Европе и Центральной Азии Мишель Симонс. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Казахстаном и компанией Microsoft в развитии IT-индустрии и создании полноценной экосистемы для стартапов. Представитель компании проинформировала Касымжамарта Тукаева о том, что офис Microsoft в Казахстане был реорганизован и стал мультирегиональным хабом, охватывающим Центральную Азию, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан. Глава государства сообщил, что в стране разрабатывается законодательство по искусственному интеллекту и что в следующем году планируется открытие Национального центра искусственного интеллекта. Мишель Симонс отметила, что компания Microsoft намерена и далее активно сотрудничать с Казахстаном в целях цифрового развития. Президент Касымжамарта Тукаев принял главного исполнительного директора компании Solidcore Resource. Виталий Анисиса эта компания начала строительство нового гидрометаллургического комплекса в Павлодарской области. Завод будет производить 300 тысяч тонн концентрата в год. Планируется выпуск слитков с содержанием золота около 98%. Также был представлен план строительства геологической лаборатории в Караганде. Компания также приступила к подготовке инженерных специалистов, необходимых для отечественной промышленности. В законодательство, касающееся людей с инвалидностью, будут внесены изменения и будет разработан специальный законопроект. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения. По его словам, министерство планирует провести анализ национального законодательства для выявления и устранения дискриминации в отношении граждан с инвалидностью. В частности, такие понятия, как инвалидность, детская инвалидность и другие, будут приведены в соответствии с Конвенцией ООН о правах людей с инвалидностью и моделью социально-правовой защиты. Кроме того, будут разработаны предложения по мерам социальной защиты, медицинской помощи и инклюзивному образованию для детей с инвалидностью среди мигрантов и беженцев. Участие инклюзивных специалистов в судебных процессах значительно расширит возможности людей с инвалидностью. Также планируется поэтапное переоборудование инфраструктуры в пенитенциарных учреждениях для улучшения условий содержания людей с инвалидностью. Напомним, в этом году на поддержку граждан с ограниченными возможностями из бюджета было выделено 624 миллиарда тенге. Кроме того, некоторые платные курсы на платформе SkillsYinBek станут бесплатными для граждан с ограниченными возможностями. В Китае приговорённая к пожизненному заключению Акжар Кын Турлыбай, задержанная 10 лет назад. В аэропорту Гуанжоу с 4,5 килограммами наркотиков может быть возвращена в Казахстан. Об этом сообщил на очередном заседании Сената заместитель генерального прокурора Галмжан Когильдиев. Компетентные органы прилагают все усилия для возвращения казахстанской девушки, отбывающей пожизненное заключение. Помощь оказывает также и Министерство иностранных дел. Сама девушка поддерживает постоянный контакт со своим адвокатом. Совместно с Министерством иностранных дел мы делаем всё возможное для возвращения гражданки Казахстана из Китая. Мы не прекращали эту работу, и она активно ведётся. Думаю, скоро будет положительное решение. К нам поступило заявление о том, что она хотела бы отбывать наказание на родине. Она хочет отбывать свой срок в Казахстане. В Атбасарском районе компания «Монополист» необоснованно повысила тариф на питьевую воду. Предприятие незаконно включило в расчёт социальные налоги платежи за негативное воздействие на окружающую среду и повысило цены. Данный факт был установлен районной прокуратурой в ходе проверки. В результате стоимость для юридических лиц снизилась на 18%. Также для бюджетных организаций стоимость одной гигакалории уменьшилась с 20 тысяч тенге до 16 тысяч тенге. Таким образом, были защищены права местных потребителей и 424 юридических лиц. Прокуратурой Атбасарского района выявлены нарушения законодательства при формировании тарифов деятельности предприятия Атбасарсу. Таким образом, в результате надзорного акта был снижен тариф за два месяца. И пресечена незаконная работа предприятия-монополиста. На площадке региональной палаты предпринимателей в ходе отраслевого совета агропромышленного комплекса и пищевой промышленности агрария озвучили проблемные вопросы. На встрече присутствовал заместитель Акима области Мурат Балпан, представители профильных государственных органов, финансовых институтов. Подробности смотрите далее в сюжете. Основной вопрос – волнующий аграриев реализация зерна. Сельхозпроизводители области столкнулись с проблемами при сбытии урожая текущего года. Многие аграрии не могут продать собственное зерно, несмотря на рекордные показатели региона. Причина в переполненности складов на элеваторах. Есть вопросы реализации зерна на сегодняшний день, потому что в силу того, что очень много зерна, есть проблемы и со спросом, со стороны трейдеров. А также мы со своей стороны наблюдаем снижение экспорта в данный период. Мы считаем, что это будет только временное затруднение. Также есть ряд предложений со стороны сельхозпроизводителей о внедрении финансовых институтов новых кредитных линий по льготным процентам для возобновления и модернизации хлебоприемных пунктов и элеваторов. Ни для кого не секрет, что есть проблемные объекты именно по приему зерна, которые на сегодняшний день для того, чтобы восстановить, нуждаются в финансовых вложениях. Проблему недобросовестных услуг со стороны элеваторов подняли сельхозпроизводители. По их словам, аграрии Бурабайского района столкнулись с трудностями при сдаче зерна на хранение в хлебоприемном пункте. Выявлены факты занижения качественных показателей зерна. Не применяются на местах действующие стандарты ГОСТ. Были подняты и вопросы логистики со стороны аграриев. У меня ко всем один вопрос. Жаль, конечно, что здесь нет еще третьего длина. Его никогда не бывает. Трейдеров. У всех один вопрос. Почему стоит рынок? Что мешает? Раньше славились на вагоны. Сейчас вроде бы с вагонами проблем нет. Ни с чем проблем нет. Но не перестали же в Узбекистане, в Таджикистане, в Афганистане хлеб есть. Его едят. И он нужен. С России вот эта байка уже затертая. Что с России туда зерна идет? Извините. Она через Казахстан идет. У Узбекистана нет границы с Россией. То есть идет удорожание. Не проще ли узбекам? Они умеют где-нибудь считать. Дешевле купить с Казахстана и качественное зерно? Но, тем не менее, этого нет. Председатель регионального совета Куаныш Ракишев подчеркнул, что элеваторы переполненные зерно есть, притом качественные. Аграрии понимают текущие обстоятельства, готовы предоставить продукцию в проткорпорацию. Однако действующие механизмы пока не предусматривают прямой закуп зерна. Между тем, у сельхозпроизводителей имеются задолженности, кредитные обстоятельства, которые им необходимо погасить в ближайшее время. По итогам встречи заместитель Акима области отметил, что все озвученные проблемные вопросы будут взяты на сопровождение местными уполномоченными органами. Вероника Цветкова, Жерстин Мирзак, Кокще, Акпарат. Всего по Акмолинской области на учете зарегистрировано 35 123 контрольно-кассовые машины. Из них 9124 выбивают чеки без указания на именование товаров, работ и услуг. Фискальный чек является важным юридическим документом. С его помощью можно доказать факт приобретения товара или услуги. Наличие фискального чека гарантирует добросовестность продавца и безопасность прав покупателя. При осуществлении покупки в магазине выдается два вида чека. Товарный чек – это первичный учетный документ. Фискальный чек имеет другой юридический статус. Выдающий его аппарат должен быть зарегистрирован в органах госдоходов. Выдача данного чека гарантирует поступление части с дохода продавца в государственный бюджет. В соответствии с пунктом 1 ст. 166 НК Республики Казахстан на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных. Согласно пункту 6 ст. 166 НК Республики Казахстан, чек контрольно-кассовая машина должен содержать следующую информацию. Наименование налопотечника, ин, заводской номер, регистрационный номер налоговом органе, порядковый номер чека, дату и время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг, цену товара, работы, услуги за единицу, фискальный признак. Наименование оператора фискальных данных, наименование товара, работы, услуги, количество приобретаемого товара, работ, услуг. Всего по Акмолинской области на учете зарегистрировано 35 123 контрольно-кассовых машин. Из них 9 124 контрольно-кассовых машин вбивают чеки без указания наименования товаров, работ, услуг. Специалисты напоминают, требуя фискальный чек, клиент заботится о собственных интересах. Самыми распространенными последствиями от неполучения фискального чека являются трудности с возвратом товара. Данный документ гарантирует законную фиксацию сделки между продавцом и покупателем. На его основании возможно требовать возврат денежных средств или замену некачественного товара. Эдуард Погребицкий, Журсен и Мерзак, Кукщик, Парад. В стране стало проще искать должников, уклоняющихся от уплаты алиментов. Ответственным лицам в этом помогает система Киреп, разработанная и запущенная Генеральной прокуратурой. Новая система определяет поведение алиментчиков с помощью окружающих устройств видеонаблюдения. Система Киреп – это новый способ поиска должников, уклоняющихся от уплаты алиментов посредством видеонаблюдения. Например, если должник заходит в здания, поликлиники, школы или детского сада, или посещает центр обслуживания населения, он автоматически фиксируется системой распознания лиц. С момента запуска системы сотни алиментчиков получили предупреждающее сообщение. Причина такого наблюдения в том, что должник скрывает адрес проживания. Частный судебный исполнитель обрабатывает данные, поступившие через новую систему, и принимает конкретные меры для исполнения судебного акта. Средняя скорость автомобилей будет автоматически рассчитываться только на международных и республиканских дорогах за пределами города и на прямых участках. 3 октября был подписан закон Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации движения, отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности. Новые изменения будут внедряться в два этапа. Основная часть изменений вступит в силу 4 декабря этого года. А с 4 апреля 2025 года начнут действовать дополнения, касающиеся мопедов. При помощи сертифицированных автоматизированных средств контроля и измерительного оборудования будет фиксироваться превышение предельной скорости на основании результатов определения средней скорости движения транспортного средства. Таким образом, после определения и фиксации средней скорости автомобилей будет осуществляться контроль над соблюдением водителями установленной скорости движения. Средняя скорость будет рассчитываться автоматически с использованием специального оборудования только на международных и республиканских дорогах за городом и на прямых участках. На республиканских автодорогах Казахстана устанавливается специальная система для измерения средней скорости каждого автомобиля. В настоящее время камеры устанавливаются с подключением к единой системе учета административных правонарушений. К середине декабря планируется завершить интеграцию этой системы. После этого начнется учет нарушений правил. Казпочта вошла в топ-5 международной премии в номинациях лучших поставщик диверсификация бизнеса и экологическая устойчивость. Казпочта привлекла внимание своей инновационной деятельностью по трем основным направлениям. В номинации диверсификация бизнеса компания была отмечена за инициативы по адаптации к изменениям на рынке, включая увеличение доходов и развитие корпоративного банкинга. В категории «Экологическая устойчивость» Казпочта представила проект «Зеленое развитие», направленный на создание экохабов в сельских почтовых отделениях, а также на обучение сотрудников и клиентов раздельному сбору отходов. Участие Казпочты в выставке «Паркл плюс пост экспо» укрепляет ее позицию на мировом рынке и подтверждает конкурентная способность Казахстана в создании инклюзивного и устойчивого почтового будущего. Состоялось очередное заседание Совета наставников для молодежи, начинающей карьеру на государственной службе. Советы ветеранов этой сферы имеют особую ценность. Подробнее в следующем сюжете. В состав Совета наставников входят ветераны, ранее работавшие на государственной службе. Они помогают развивать профессиональные навыки и способствуют адаптации молодых специалистов, только начинающих карьеру. Кроме того, их поддержка играет важную роль в обеспечении стабильности кадрового состава. Совет наставников был создан по инициативе департамента в целях обеспечения преемственности государственного управления, оказания практической помощи руководителям государственных органов. На заседаниях организован обмен мнениями. Руководители государственных органов делятся своим видением развития отрасли. А наставники, основываясь на жизненном и профессиональном опыте, ориентируют руководители государственных органов. Важность таких заседаний огромна. Государственная служба требует высокой ответственности и преданности делу. Государственное служище должен отличаться честностью, открытостью и заботой о народе. Одной из ключевых задач наставников является воспитание у молодых специалистов дисциплинированности и нравственных качеств, необходимых для эффективного выполнения обязанностей. «Мы стремимся к тому, чтобы правительство прислушивалось к голосу народа. Когда народ доверяет управлению, это становится не просто сферой администрирования, а большой и ответственной работой, за которой стоит целый коллектив. Каждый государственный служащий несёт большую ответственность. Мы даём советы молодому поколению подходить с уважением, пониманием ситуации народа, чтобы впоследствии принять и найти верное решение». В ходе заседания был организован обмен мнениями. Новоиспечённые руководителя поделились взглядами по развитию профильной сферы, а также получили рекомендации от наставников относительно эффективных форм и методов работы на основе опыта прошлых лет. Состоялся областной слёт добровольных школьных клубов «Адалурпах». Главная задача встречи – сформировать антикоррупционную культуру среди подрастающего поколения. Мероприятие прошло в круглогодичном детском оздоровительном лагере «Жаздаурен» в селе Сан-Доктау. Перед началом основной части мероприятия прошло торжественное открытие областного слёта. Некоторые участники выступили с творческими номерами. Слёт охватил 79 школьников седьмых-восьмых классов. Это дети из Сан-Доктауского, Адбасарского, Зерендинского, Бурабайского района и города Кокшетау. После церемонии открытия для участников провели антикоррупционную игру. Учащиеся разделились на пять команд, состоящих из пяти человек. Каждая представляла свой регион. В интеллектуальной викторине дети разгадывали различные ребусы, отвечали на вопросы на тему коррупции. Только что мы прошли игру. В этой игре нам нужно было по заданиям на карточке найти страны и их правильно расставить. Затем нам нужно было собрать пазл, тоже по антикоррупционной программе. Мы со всем справились. Это было очень легко и интересно. По окончанию игры подвели итоги, выявились победители. По результатам интеллектуальной встречи лучшими стали представительницы команды «Львицы» из города Кокшетау. Второе место заняли участники из отряда «Мегамозг» из Бурабайского района. Тройку лидеров замкнули учащиеся из команды «Жабай» Сан-Доктауского района. Они получили дипломы и подарки. Остальные участники также не остались без внимания. Детям из Зерендинского и Адбасарского района вручили благодарственные письма и призы. «Мы заняли первое место. Игра прошла очень интересно, было не прям сложно и не прям легко. Игры были все насчет коррупции, то, чтобы не было коррупции в нашей стране. Я считаю, это очень полезная игра для нашего времени. Мы вот приехали сюда два дня назад, отдыхаем здесь четыре дня. Здесь тоже все очень хорошо, очень хороший лагерь». В первой игре я нашел число 1424. Оно означает номер антикура. Мне очень понравилась эта интеллектуальная игра. Большое спасибо отдал Урпак. Мне также понравились подарки. И думаю, что в этом лагере очень интересно и полезно. По словам организаторов, такие мероприятия позволяют формировать добропорядочность и честность среди школьников, также привить им правовые знания. «Уделяется большое внимание именно просветительской работе, именно воспитанию подрастающего поколения, как дошкольного, так и школьного возраста. У нас в общей образовательной школах созданы клубы Адаурпак в высших учебных заведениях и технических. Это в колледжах у нас действует клубы Саналурпак. Вот в этом году у нас впервые в области слет Адаурпак проходит именно в районном центре». На сегодняшний день в образовательных учреждениях региона действуют 528 клубов Адаурпак. Они созданы во исполнение модельного плана воспитательной работы по формированию антикоррупционной культуры в школьной среде. Отметим, что сейчас в период осенних каникул некоторые учащиеся отдыхают в лагерях. Большое внимание уделено проведению досуга и безопасности детей. В городе Степногорске работают два центра для людей с ограниченными возможностями – инвалидов первой и второй группы с психоневрологическими заболеваниями ДЦП. В основном это взрослые старше 18 лет. Реабилитационный центр «Маляка» оказывает услуги 30 людям с особыми потребностями. Лица с ограниченными возможностями находят поддержку в дружелюбном, квалифицированном персонале центра. Общаются между собой и хорошо проводят время. Для бабушек и дедушек из Центра активного долголетия люди с особыми потребностями подготовили праздничную программу. Поздравили нас, рассказали стихи, песни, танцевали. Очень добрые, яркие, солнечные дети. Своими руками сделали подарок, подарили. Но мы, естественно, тоже сладкие подарки приготовили. В реабилитационном центре «Маляка» работает команда из семи специалистов – медик, массажист, лакопед-дефектолог, психолог, социальный работник, воспитатель и непосредственно директор. Каждый вносит вклад в жизнь человека с ограниченными возможностями. Здесь они преодолевают внутренние барьеры, учатся и проявлять любовь и заботу и развиваются как личность. В нашем центре, наверное, обстановка более домашняя и семейная, потому что они уже привыкли друг к другу, они посещают уже много лет. До этого было общественное объединение «Балапан», сейчас это «Маляка», ну то есть как бы другое НПО, но дети все те же, ребята все те же. Они друг к другу привыкли, это их общение социумом. Я думаю, что такие центры необходимы именно для таких людей. Они здесь развиваются. Увидели концерт, у нас много концертов, мы участвуем в выставках различных, люди безграничных возможностей. Второй год общественное объединение приглашает центр активного долголетия. Люди с ограниченными возможностями с радостью встречают новых гостей. Директор центра отмечает, что у ребят развито чувство уважения. В летнее время для них организуется активный отдых. Вероника Цветкова, Амидетка, Эркенов, Кокщи, Акпарат. В Испании десятки человек пропали без вести в результате разрушительного наводнения. Число погибших достигло 95. В стране объявлен трехдневный траур. Некоторые населенные пункты остались в изоляции из-за затопления. Непрекращающиеся ливни привели к самому мощному наводнению за последние 30 лет. Больше всего пострадал регион Валенсия, где сосредоточено большинство жертв. За 8 часов в Валенсии выпало годовое количество осадков. В регионе Кастилия и Леон поезд с 300 пассажирами зашел с пути. Но, к счастью, обошлось без жертв. Власти направили более тысячи солдат для помощи спасателя. Десятки человек считаются пропавшими без вести. Метериологическая служба Испании также предупредила, что сегодня ожидается неблагоприятная погода. На этот раз осадки могут перейти со стороны Пиренейского полуострова. Куба продолжает бороться с последствиями урагана Оскар. Около 10 миллионов жителей страны остались без электричества и мобильной связи. В ряде городов движение транспорта остановлено. Особенно сильно пострадали города Баракоа, Имиас и Маиси. Ураган обрушился на остров Свободы 11 дней назад, унеся жизни 8 человек. Стихия вызвала катастрофическое наводнение. Высота волн на побережье превысила 2 метра. В южной китайской провинции Хайнань из-за тайфуна Трами эвакуированы более 40 тысяч человек. С понедельника на острове Хайнань в ряде районов идут проливные дожди, вызванные тайфуном Трами, который обрушился на регион в 20 раз за этот год. Наиболее пострадавшим городом стал Цюнхай, где власти ввели режим чрезвычайной ситуации первого уровня. В этом районе выпало более 500 миллиметров осадков. Из-за непрекращающихся дождей существует высокий риск наводнений в некоторых частях острова. В провинции Хайнань от последствий тайфуна Трами погибли 7 человек. Еще один человек числится пропавшим без вести. Власти провинции Фудзянь и Джэцзянь готовятся к новому тайфуну Конкрэй, который, по прогнозам, принесет сильные дожди на восточное побережье Китая с 31 октября по 1 ноября. Ожидается, что наибольший ущерб от природных катастроф придется на провинцию Джэцзянь. В Китае действует четырехуровневая система чрезвычайных ситуаций, где первый уровень является максимальным. Борьба с курением стала одной из самых актуальных проблем в Китае. Число людей, страдающих от этого вредного пристрастия, продолжает расти. Ежегодно более 1 миллиона человек умирает от последствий курения, а еще более 3 миллионов заболевает неизлечимыми заболеваниями. По данным Министерства здравоохранения, 9 из 10 человек с диагнозом рак легких заболевает именно из-за курения. В 2023 году от курения умерли 1 миллион 33 тысячи 300 человек. Это превышает число смерти от СПИДа, туберкулеза, самоубийств и дорожно-транспортных происшествий вместе взятых. В целом, китайские власти пока не могут ввести жесткий запрет на курение, так как Китай является крупнейшим производителем и потребителем табака в мире. Ежегодно в стране производится более 2 миллионов 600 тысяч тонн табака, и около миллиона фермеров занимаются его выращиванием. В настоящее время производство табака находится под особым вниманием правительства, так как годовой доход от этой отрасли превышает 214 миллиардов долларов США, и поступления от налогов значительны. В Кукшетау стартовало первенство по боксу Акмолинской области среди молодежи 2007-2008 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 73 спортсмена из 14 регионов страны. Подробнее в материале корреспондента. Перед выходом на ринг боксеры провели основательную подготовительную работу. Все выступающие спортсмены отметили высокую конкуренцию. Согласно календарному плану, чемпионат Казахстана будет проводиться, и нужно отобрать команду. В 14 регионах у нас культивируется бокс, сейчас 14 регионов представили своей командой. Задача нашего тренерского совета, главного тренера, отобрать достойных кандидатов в сборную команды Акмолинской области, чтобы попали именно самые сильнейшие. Поэтому сейчас стараемся судить объективно, подготовиться и достойно выступить на чемпионате Казахстана. Поединок боксера из Коксчета у Ансара Кабдешевой, Артура Стырского из Тепногорска в весе 57 килограммов был отмечен судейским составом. В моем весе много сильных боксеров. Я изучаю их технику и тактику. Один из них – мой соперник из Степногорска Артур Стырский. Очень быстрый спортсмен. Я смог применить серию встречных ударов против него. Впереди у меня еще есть важные поединки. Вес 60 килограммов. Занимаюсь в городе Степногорск под руководством Вячеслава Анатольевича и Максуд Мурадовича. Бой прошел хорошо, досрочно. И завтра еще бой. В ходе турнира были награждены ветераны спорта, которые продвигают и популяризируют боксерское направление и другие виды спорта в регионе. Они, в свою очередь, выразили наилучшие пожелания юным спортсменам. Эдуард Погребицкий, Коломек Мухамеджанов, Журцын Умирзак, Кокщиак, Парад. На этом наш выпуск подошел к концу. До новых встреч в эфире.